Всякий историк Всякий историк интересен тем, что он читает огромное количество литературы и потому знает огромное количество фактов. И все факты истории для нас крайне драгоценны и крайне интересны, потому что они нам позволяют понимать, как мы жили, как мы живем и как мы будем жить. И вот мне попался такой лектор Борис Кипнис. Именно много, я подчеркнул у него сведений интересных и получил много удовольствия. Но когда историк начинает мыслить самостоятельно, то это его еще больше делает драгоценным, потому что он учит нас жить свободно. Свободно мыслить. Но не всегда это хорошо получается. И Кипнис начинает делать ошибки. И не совсем с ним приходится соглашаться, что-то приходится отбрасывать, отметать и говорить, что Борис, тут ты не прав. Он, например, говорит о том, что это была лекция о крещении Руси, о том, как принималось решение. И он говорит, что вот в России то все пятое недоразвито, потому что было ужасное нашествие монголов, и потому что было ужасное нашествие большевиков. Но оно, может быть, и было ужасное. Но оно, наверное, и пользу какую-то принесло, потому что всякое явление, из него извлекаем уроки. И в этом есть польза. И главное, ведь что получилось из этого? Получилось, что Россию не в чем опрекнуть. Наоборот, России можно восхищаться, и Россию можно благодарить. Но я беру два примера. Да, он говорит, что у нас государственность недоразвитая. Не знаю, как она государственность доразвитая или недоразвитая, но главное, конечный результат. Это такой народ, который формировался на своих сказках, песнях и поговорках. И нашествие какое-либо и какие-либо влияния культур, оно базировалось на этой почве, которая формирует народный характер. Это вот песни, сказки и поговорки. Они, конечно, идут от характера местности, от образа жизни. И вот этот характер, уже он глубоко укоренился в народе, и на этот характер уже более тонким слоем наносится и христианство, и идеи марксизма, с его прекрасными лозунгами «Свобода, равенство, братство и бескорыстие». Ну, основной недостаток марксизма – это насилие, революцию. Что, кстати, Соединенные Штаты взяли своим современным принципом – революции и насилие. Но они это делают из меркантинных интересов. Для того, чтобы прибрать к рукам нефть, они начинают устраивать революции в тех странах, где эта нефть находится. Они начинают потом эти страны, если они не согласны, бомбить, как Ливию, Ирак, свергать там правителей, и это нехорошо. Пушкин по этому поводу дал формулу нам «Насильно нельзя улучшить государство». И тут можно спорить сколько угодно, но ведь насильно нельзя ничего сделать. Насильно нельзя оставить человеку улыбнуться. Будет не улыбка, а будет что-то вымученное и фальшивое. Вот так что формула Пушкина, скорее всего, права. И незыбливо насильно нельзя улучшить государство. Начинает свою лекцию он с неожиданного такого вопроса о том, что неправильно перевели фразу Карла Макса, «Что искусство должно быть понятно народу». С этим лозунгом, «Что искусство должно быть понятно народу», Конечно, в руках диктаторов они, значит, оставляли банальности реализма, когда описывается только внешнее реалистическое лицо нашей жизни, но не описывается глубина. Может, как только описывается глубина, так реализм как бы в сторону отодвигается, и на первый план выходит поэзия. Именно поэтому Гуголь назвал свою прозу «Мертвые души» поэма. Потому что реализм отодвигается в сторону всяким гениальным художникам. И Леонардо, и Рембрандт. Рембрандт – это такие реалисты, в которых реализм деформирован поэзией, чтобы глубже, опять-таки, заглянуть в суть жизни. И этот реализм всегда начинается при тирании. Возьмем тиранию Александра Великого в Греции. Ужасно пошлая скульптура начинается, крайне, так сказать, подробно сделанная, крайний реализм. Ну, такой реализм, где люди боятся шагнуть в сторону, чтобы что-то преувеличить. И это получается такой крайне поверхностный реализм. В то время как очень важно нарушать реалистичность, как говорит русская поговорка «Сказка – ложь». Ну, в ней намек. Добрым молодцам урок. То есть некоторые преувеличения, они специально совершаются в произведениях искусства для того, чтобы зафиксировать наше внимание на каком-то событии, чтобы мы его осознали и понимали суть. Не поверхность явлений, а суть явлений. Ну, этот же реализм поддерживался и другими тиранами. И Гитлер боролся с формалистическим искусством. И Сталин разогнал все свободное искусство, какое было по разным музеям. Был музей западного искусства прекрасный, где был собран Матис, Ван Гог русскими, как это сказать, русскими купцами, старообрядцами. И эти старообрядцы, они были очень заносчивые, самостоятельные. И поэтому весь мир покупал всякую ерунду, которую рекламировали галерейщики. А эти старообрядцы искали настоящее искусство. Вот они как раз и покупали Иван Гога и Матисса и Врубеля. Они спасли этих гениев для всего человечества. После них уже стали покупать все остальные. Ну вот, что тут еще у меня в моем бюстсе, который я написал? Я привожу яркий пример, когда реализм поверхностный востребован обществом, востребован издателями, которые на нем зарабатывают. Это вот творчество некого булгарина, который затмевал по рейтингу Гоголя и Пушкина двух величайших гениев, затмевал и по рейтингу, и по востребованности, и по колоссальным гонорарам по своим заработкам, то есть по своей меркантильности, но прошло время, и он исчез, как будто его и никогда не было. Но это такова судьба всего того, что не является истиной. Все это исчезает. ну и в своем эссе я выдвигаю такую мысль о том, что толку от государственности, о которой так сетует Борис Кипнис, если государственность это отдает завоевателю ключи от своих городов, отдает свои кошельки. Вот это было с Наполеоном, ему отдавали все страны Европы и кошельки, и ключи от своих городов и отдавали свою молодежь, которая вливалась в армию Наполеона. И они таскались по всей Европе, завоевывали другие страны, грабили их кошельки, но при этом сражения, сражения, битвы, бесконечные грабежи с бесконечными битвами и гибли молодые юноши вот этих стран, и Франции, и другие, которые вливались в армию Наполеона. 550 тысяч привел Наполеон в Россию и бежал отсюда с 50 тысячами, даже бросил армию и бежал впереди нее. Вот, так что народ, который сочинял сказки про Иваночку дурачка, он не принес ключи к Наполеону, даже отдал столицу, Москву отдали Наполеона. Но не принесли ключи, не принесли капиталы, не принесли ему, так сказать, повинную голову, что ему сопротивлялись. Нет, он ничего не получив, бежав, растеряв свою армию. Что такое 50 тысяч от 550 тысяч? Это значит, он собрал банду в 10 человек и бежал с этой бандой обратно, но унесли ноги только один Наполеон и один человек из его банды, а в 9 человек погибло. То есть десятая часть его армии была и имела возможность вернуться, бежать на родину и рассказать об ужасных своих, об ужасном своем поражении. И причем, почему государственность стоит на втором месте? Потому что при этом допустим у нас во втором случае, когда мы воевали с Гитлером, на шее народа сидел тиран глупый тиран Сталин, который надел много ошибок, который подкормил Гитлера, чтобы Гитлер завоевал Европу, вот, а потом бы может быть и отнять все, что он завоевал у Гитлера. ну, как бы то ни было, тот, кого он скормил, на него и напал. Гитлер получил из России все, так сказать, необходимые ему металлы, руды, и в ответ он давал, конечно, технологии, и в России, в Советском Союзе Гитлер имел базы для роста своей армии, под Воронежем летчики учились летать, ну, в общем, он скрывал от мировой общественности, что он возрождает армию. вот, так что ошибка кипнется, потому что с государственностью у нас сейчас не так уж плохо, если наше государство не захватывает другие страны, а наоборот их защищает, как Сирию защитили мы от бунтовщиков, и в конце концов государственность, которая упрекает нас, этот историк, не так важна, как важна духовность народа, духовность нации, которая воспитывалась на народном искусстве, сказки, песни и поговорки, потому что все остальное и христианство, и тот же марксизм, они уже были, лежали тонким слоем, но внутри была духовность, и поэтому упрекает нас Россия в том, что мы чем-то не доросли до Запада, совершенно несправедливо, наоборот, многим вещам мы учимся у Запада, Гетте, Шекспир, Диккенс, это наши прекрасные собеседники, для наших прекрасных гениев, как Пушкин, Достоевский, Гоголь, Михаил Булгаков, мы вместе, так сказать, познаем природу и мир с этим Западом, а вот тот Запад, который совершает ошибки и захватывает другие государства, мы его останавливаем, то есть мы идем впереди на планете по сохранению мира для спасения человечества. Продолжение следует... Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова